Местные детвора до сих пор, ни о чем не подозревая, продолжают совершать пируэты на турнике. Среди этих ребят есть и 8-летний Вася, который буквально на днях снял гипс. Он один из тех, кто пострадал от новой спортивной площадки, построенной в рамках нацпроекта «Спорт. Норма жизни». После того, как нам наложили гипс, я позвонила в администрацию с просьбой, чтобы приехала комиссия, но комиссия до сих пор едет. То есть не перезванивали ничего. Либо ее заново перестроили, либо ее сделали действительно так, как она должна выглядеть на самом деле, а не вот так вот, как она выглядит сейчас, на то, что на ней руки дети ломают просто. Баскетбольное кольцо, ворота, турники, резиновое покрытие и песок. Такой набор компонентов включает в себя универсальная площадка для дворов. Место и ширина зависят от самой придомовой территории и проходящих под землей коммуникации. По проекту спортивная площадка в 300 тысяч рублей предназначена для подростков и взрослых. Цель – поддержать здоровый образ жизни и подготовиться, если это нужно, к сдаче норм ГТО. Ломать руки в планы не входило. Адреса выбирались исключительно по заявкам жителей, по согласованию с депутатами, которые здесь вот в этом, в каждом округе у нас работают. Поэтому никаких здесь мы вмешательств в то, чтобы установить там, где нам хотелось, мы здесь не могли. Это нам пояснила представитель администрации уже во дворе. Жители дождались, комиссия выехала. Вместе с мэрией приехали активисты Общероссийского народного фронта. Должны были сдать эти объекты в июле месяце. На дворе сегодня средина августа. Объект никто не может сказать, сдан, не сдан. Но раз он не сдан, значит он должен быть ограничен к доступу детей. Срыванцы ведь они выбежали из дома, все стоит, залазят, прыгают. Ну, развивается ребенок, так и здесь. И в результате печальные факты. В ходе рейда выяснилось, площадку Нонариманова еще никто не принял. А сроки приемки увеличились якобы из-за внедрения в процесс общественников. Активисты ОНФ сделали свое заключение. В конструкции много нелогичных решений. Например, ребры жесткости площадки местные детвора принимают за часть турника. Сбираясь повыше, садятся на край ворот, откуда и падают вниз. Не удовлетворяет активистов и жителей также состояние грубых переходов от площадки к земле. Есть недостатки, которые, в принципе, легко устраняются. Допустим, вот уже промониторили немножечко вот здесь вот. Уже как бы видим, что конструкция, она немножечко слабоватая. Здесь, ну, что-то надо сделать такое, чтобы... Ну, и легко это устранить. Надо просто обратить на это внимание и сделать так, как полагается. Мы услышали сейчас от жителей, что необходимо еще и малышам, потому что действительно площадка, вот те турники, которые есть, они все-таки, наверное, более для уже подросткового возраста. Поэтому для малышей, наверное, нужно сейчас продумать, также жителям подать заявку и уже установить во дворе небольшое, маленькое такое для малышей спортивное оборудование. А чтобы оградить площадку, необходимо дополнительные средства, которые заложат проект бюджета только в следующем году. Местные жители рассказали, спортконструкция огораживалась. Правда, всего лишь лента безопасности, которая в результате исчезла. То ли сорвали сами дети, то ли ветром унесло. Тебе удобно на этой площадке лазить? Мне, да. Мне лично удобно там лазить. Все нравится, да, тебе? А руку там ломал? Ну, это потому, что я сам по своей вине неправильно зацепился. И потому, что там было мокро. А когда рука уже залечилась, вот мне с ней гипс, я там уже начал лазить. Ну, ты теперь так же опасно лазишь или осторожен? Осторожно. Из ста площадок в Ульяновске сегодня только 25. Прошли контроль качества. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов. Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова